Мы выбрали их с более чем 150 претендентов. Белые воротнички, работники умственного труда. Прежде они били только пальцами по клавиатуре, а теперь их ждут жесточайшие тренировки и проверка на прочность. Они будут сбрасывать килограммы жира, наращивать железные мышцы, оттачивать удары. Через 8 недель они изменятся, станут сильнее, выносливее, станут лучшей версией себя и выйдут на самый настоящий ринг. Или сольются с проекта. Клуб Пронгс Астана сделает из них настоящих бойцов международной инициативы, знаменитого турнира White Color Boxing. Все деньги от проданных билетов будут направлены на строительство детских спортивных площадок. Главным критерием для нас было это отобрать круг людей, достаточно широкий, чтобы были, скажем так, ребята, которые работают в IT, работают в продажах, работают руководителями. Участники, мне кажется, все, каждый по-своему интересный, каждый по-своему яркий, каждый по-своему харизматичный. Меня зовут Тишкин Константин, мне 24 года, я родом из Караганды. 18 лет не поступил в университет, пришлось работать, начиная с охраны. Кто ушел в компьютерную сферу, работал с несколькими московскими компаниями, и так попал непосредственно в группу компании Дархан. В компании я являюсь руководителем отдела продаж, работаю в компании уже 3,5 года, в руководящей позиции 2 года. С народом я из Караганды, жил я в простой семье, но этот город отличает немножко криминальность, то есть у нас были постоянные драки, двор на двор, там толпа на толпу, даже заходишь просто в другой район, тебя могут просто раздеть. Меня зовут Иркен, родом я из города Усть-Каменогорск, сейчас работаю в компании АО «Самрук Энерго». Занимаюсь, значит, сектором МНА и приватизацией. У нас с супругой трое детей, три пацана, и одна из идей, которая у меня была, это не всегда правильно заставлять кого-то делать то, что ты не можешь сделать сам. И, например, там, говорить детям, там, идите там, побегайте, идите там, позанимайтесь боксом, например, поэтому я постараюсь быть для них примером. Ну что, ребята, готовы? Меня зовут Шагиров Ержан, я буду вашим тренером. Сначала проведем размигу, потом начнем тренироваться. Через два месяца уже будет ясен уровень, на который эти ребята выйдут. Сейчас трудно предсказать, мы даже веса не можем сказать. Кто-то сбросит 10 килограмм, кто-то сбросит 2 килограмма. Зависит от конституции, от комплекции, от того, как он будет работать, от того, как он будет есть, как он будет спать. Меня зовут Аян, мне 34 года. Я работаю в частной компании по информационным технологиям, работаю маркетологом. Честно говоря, в голове уже год где-то мысля была записаться на бокс, и тут в фейсбуке я увидел пост о том, что набирается группа для турнира, и для меня это был такой вызов сейчас или никогда. У меня двое детей, супруга, детям у меня 9 лет и 5 лет, девочка и мальчик. Я думаю, да, конечно, будет болеть. Если такие трудности возникают на первой тренировке, то где-то, наверное, через месяц, я думаю, уже в ритм войдут. После соревнований каких-либо физически, технически человек на ступеньку небольшую поднимается вверх. Субтитры сделал DimaTorzok Меня зовут Шагиров Ежан, я тренер клуба «Бронз». 70% я думаю, нормально тренируются, остальные 30% есть там некоторые, кто не дотягивает еще. А вот в 70% они продвигаются и худеют, и функционально хорошо работают уже. Сказал, результаты есть, мы готовимся к турниру и будем все победителями, потому что это благотворительная акция идет. Интенсивность, которую он дает нам тренер, буквально через 10-15 минут у нас уже просто льется пот. Это, конечно, утомительно, нужно быть очень выносливым, тело привыкает потихоньку. Знаете, да, у нас в проекте есть человек, который, один участник, который, кажется, не дойдет до конца и которого мы будем вынуждены исключить. Я думаю, что вы оба знаете, о ком идет речь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!